Сегодня день географических информационных систем. Информатизация как естественный процесс коснулась и повседневного образа жизни, и высоких технологий, и науки. Географическая информационная система – это система сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных и связанных с ними сведений о необходимых объектах местности. В Чувашии геоинформационный портал заработал в 2013 году. В ресурс внесены более полумиллиона объектов с данными о них. Доступен на мобильных устройствах на базе операционных систем Android и iOS. А в ближайшее время начнется новый этап развития геоинформационных технологий. 30 октября между Российской корпорацией ракетно-космического приборостроения информационных систем и кабинетом министров Чувашской республики подписано соглашение о взаимодействии в области использования результатов космической деятельности. В рамках нашей компании находится научный центр оперативного мониторинга Земли. В ближайшее время, я думаю, он трансформируется в национальный центр оперативного мониторинга Земли. И мы получили поручение год назад от президента Российской Федерации приступить к реализации проекта «Цифровая земля», то есть цифровой двойник. Мы можем еще предложить различные сервисы, которые нужны городскому хозяйству. Это и цифровое проездное управление транспортом. У вас очень много информации, которые на сегодняшний день мы не используем, по сути дела, в реальном секторе экономики. Нам как раз очень важно иметь все те данные, обратные связи, 26 числа проходил у нас совет глав региона Приворско-федерального округа при полномочном представительстве. И как раз Игорь Анатольевич Комаров остановился, что нужно взаимодействовать с космосом, с данными. При поддержке РКС в республике запустят пилотные проекты мониторинга лесного и сельского хозяйства, управления транспортом, борьбы со стихийными свалками, а также контролем за землями и госимуществом.